Шелковый путь звучит как скатертью дорога, но все не так гладко на трассе одного из самых известных международных ралли. Проходило оно в этом году в июле. Маршрут обычный. Москва-Пекин. Среди участников нелегкой многодневки были и белгородцы. Весь путь они прошли в составе двух экипажей. На грузовике и на внедорожнике. Для последних минувший марафон стал по-настоящему напряженным. Были и серьезные неприятности. В первые дни были там достаточно быстрые дорожки, но с большим количеством речек, которые нам приходилось преодолевать. В какой-то момент мы просто залили двигатель водой, получили гидроудар и потратили следующий день на то, чтобы поменять двигатель. Пройдя через все трудности, Максим Керпилев и Вадим Шмайлов одержали самую главную победу. Добрались до заветного финиша. Белгородцы стали 54-ми в абсолютном зачете внедорожников и пятыми в своем классе. А в машине сопровождения весь маршрут прошел ректор Белгородского технологического университета Сергей Глаголев. На шелковом пути у него была возможность почувствовать себя в роли журналиста. Я понял, что это очень и очень тяжело, поэтому я вас прекрасно понимаю. Ваша сложная профессия, трудная и очень такая интересная. Самым удачным ралли «Шелковый путь» оказалось для белгородского пилота-грузовика Павла Ушакова. Он со своим экипажем занял 14-е место в общем зачете машин тяжеловесов и первое место в своем классе. А дорога была ох какой нелегкой. В доказательства любительские кадры с маршрута. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Помогаем ребятам. 4 литра масла, которое были, все отдали им. Попробуй еще раз. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА